так здравствуйте друзья недавно я делал студийный обзор внешний такой быстрый обзор китайской катушки hyba стит достаточно популярная значит эта версия с центробежной системой она и с линейной системой есть стит по моему в нескольких цветах в основном белый и красный как я там заметил там еще какие-то различные цвета представлены рам видела только белый и красный точно точно такие же две комбинированные тормозилки линейные красные на hyba smart более там дорогая версия именно она же является американской катушкой ardent то есть это одна и та же катушка делается на одном и том же заводе американцы заказывают ее и такого hyba для себя ну если этот завод называется hyba вот и теперь такой быстрый обзор что находится внутри стоит ли катушка этих денег что там есть интересного на мой взгляд на мой взгляд так как я если кто не знает это давно недавно моем канале с самого начала рыболовной карьеры с 84 тысячу до 4 года сразу полез внутрь катушек в те времена круглые катушки типа невский там особо то не было ничего но эксперименты с со смазками на оси я уже испробовал поэтому то я занимаюсь именно с тех времен и то есть мне есть что сказать на этот счет по современным катушкам значит что здесь интересное что не очень те сразу скажу наш катушка бюджетного сегмента до 5000 рублей насколько я заметил вот переломная такая цена в аналогичная катушка это 5000 рублей с копейками там уже свойства 5000 можно уже рассматривать катушки с какими-то полезными наворотами интересными которые могут у себя представлять как бы что-то аналогичное бюджетный но с добавками карбоновых ручек побольше алюминиевого сплава внутри ну в общем то побольше подшипников какие-нибудь кнопы пробковые это тоже добавляет цену но тем не менее значит глазок покрытые там нитритом титана керамический все это добавляет цену ну и собственно говоря приятные бонусы ему можно обойтись и такой бюджетной версии сразу хочу сказать что катушка то есть еще раз повторяю катушка бюджетного сегмента но значит мне нету ничего того что я видел допустим у литных сериях у касткинга естественно я не знаю что там в хайба смарт внутри но чем я говорил мне нравится допустим катушки касткинг то что они у них абсолютно различные внутренности бывает то есть компоновка деталей берем шамана ледаева уже сто раз говорил то они все одинаковые до исключения там какой-то ревоги которые там немножечко бочонок а вот мыльницы там все вот как бы по одной схеме то есть я тоже считаю что нет особого смысла там что-то менять почему у касткинга так понятия не имеют а вот они на разных заводах китайские делаются но исполнение иногда какой-то даже передоз передоз деталей внутри но он как бы и не не мешает к чему это все говорю потому что здесь никакого передоза детали нет здесь такой минимализм вполне себе рабочий минимализм и что неудивительно это все входит именно в эту стоимость катушки вот прям не больше не меньше значит значит начнем точнее я начну вы будете смотреть кто еще кто в курсе кто не в курсе значит вот как я уже показывал в обзоре подшипник боковой крышки и нам на шпуле я этой маркировки не вижу но судя по по пыльнику по чашке очень похож на нмб я кстати не знаю с двух сторон маркируется или нет может быть на той стороне маркировка отсюда не видно дальше по порядку ручка старинного образца литье никакой фрезеровки обычное литье причем это как бы не насколько знакомы с такими ручками это не никакая там не холодная ковка не горячие не какой-то 7000 или 6000 серии алюминий как на дорогих катушках на gdm и даже не обязательно на них которые еще фрезерованные ручки это алюминиевый сплав с добавками всякого дерьма то есть что какой минус нет она не ломается вопрос тяжелый она просто тяжелая и латунная никак не анодированные шпиндель кноп вращается на 2 пластиковых втулках многохозяин сказал что катушки уже два года но кнопы сухие прикручено все это хозяйство стандартным винтом я не вижу на ней на нем какого-то резьбового герметика и какой-то породе есть беленького цвета обычно синенького здесь беленького и так закручено что до конца он выкручивался того и гляди что вот это шпиндель провернется нафиг можно даже шлицы сорвать если вы чуть-чуть не подберете я даже немножечко уже начал их сорвать шлицы если не подберете шлиц крестовой отвертки правильно то это так и нужно надо сильно придавливать и откручивать кнопу резиновая обычная заглушка дальше звезда фрикциона алюминий неизвестно какой там именно добавкой сплав но уже чуть получил легенький есть на кликере чуть-чуть смазки достаточно кликер очень тонкий очень тонкий что в принципе неплохо иногда мне непонятно как на там на дайвах здоровенные кликеры на обушках иногда там на других китайцы здесь как бы все вроде как вы есть кликеры есть он слабенький промежуточные шайбы две пружинные шайбы которые обеспечивают натяжение старого драга чтобы он свободно не вращался дальше дальше редукторная крышка помнится тут кто-то где-то недавно я читал восхищался этим хайбой могу сейчас тут нечем по большому счету потому что видимо надо попробовать еще другие катушки китайские чтобы быть уверенным вот этих вот восхищениях обгонная муфта на шести роликах дешман прикручена фиксируется точнее кольцом откручивать его не стал она не болтается и значит хорошо сидит подшипник пиньона зафиксирован пружинный пружинным стопором значит крышка пластик соответственно стальная втулка нержавейка это не алюминий судя по весу это нержавейка а или даже может быть это латунь или таска это не нержавейка это латунь гальванизированная подшипник работает хорошо крышка пластик номерная достаточно толстостенная и что очень опять таки является плюсом она толстостенная очень жесткая вот так вот ее не прогнешь некоторые пластиковые крышки играет вот так но когда вы их ставите на раму и прикручиваете с ними все нормально почему потому что они уже зафиксированные и не дышат в данном случае плюс первый хороший плюс это боковина пластиковая но достаточно толстая из торста жесткого пластика не знаю насколько он эффективен при падении при ударе потому что они производители тоже это учитывать чтобы эти материалы из которых делаются боковой крышки редуктор на противоположно были все-таки крепкий потому что все это бывает падает у людей в лодку из лодки значит дополнительный подшипник подшипник смазан не жидкой смазкой не жидкой также как и вот этот вот какой-то средней вязкости чуть ли не густой и сидит по сухому здесь и сидит достаточно плотно вот китайцы тоже нюансы либо либо все слабо либо такие допуски что хрен вытащишь называется и хрен ставишь эти небольшой перекос и оставить уже невозможно там кто будет делать это или что-то в этом роде это место взять надо смазать да непонятно зачем здесь он на самом деле не должен быть не должен сидеть так туго почему потому что он ходит вместе вот с этой муфтой внутренняя обойма и обгонной муфты поэтому вот такое посадочное место какое здесь несколько бескураживает дальше колпачок осевого тормоза имеет текстолитовую пластинку квадратного вида и резиновую похоже на прозрачный каучик демпфер шайба демпфирующая дальше идет сам вал прежде обгонная муфта имеет внутренней без шлицевой без внешних шлицов как на надо его уже забываю который ходит вот этот опорный пятак кругленький обычный имеет внутри шлицы потому что все валы имеют вот такой вот шлицевую форму стоял он неправильно но это как видите не повлияло на ход катушки потому что шлицы не на не на всю глубину в этих втулках внутренних сделаны и шлицы наиболее жесткое место на валу должно быть сверху почему потому что именно вот этой верхней частью ну чуть чуть ну грубо говоря в основном да вот этой верхней частью середины ближе к верху это обойма сидит внутри непосредственно самого роликового подшипника и чтобы жесткость создать именно нужны шлицы как раз именно в том месте где находится большая часть обгонной муфты обычно конструктивно это так он стал перевернут но знаете там китайцы особо не смотрит на это они раз раз вот из-за этой вот конфигурации если неправильно поставить могут быть проблемы с плавностью хода и с зудом главной передачи особенно если катушки похоже на дальше непосредственно сам вал он алюминиевая никакого облегчения нет а есть внутреннее облегчение просверленное отверстие на какое расстояние понятия не имею достаточно глубоко может до половины может меньше стандартной конфигурации 8 на 5 на глаз видно вроде да это не 5 а это не 8 будем говорить что это 8 на 5 чуть меньше соответственно вот он этот люфт ничего страшного анодированный имеет направляющую центровочную опору двухвинтовую стандартную сидит на подшипнике открытого типа что не очень хорошо потому что если этот узел попадает водичка она оттуда никуда не уходит вот это место видно немножечко царапки что-то такое эллипсоидное то что нет никакой с другой стороны винт торкс который держит этот подшипник не дает касаться подшипнику этой позиции но какие-то скорее всего это царапки при обработке но какие-то уж они больно блестящие дальше на валу обычная тефлоновая тефлоновая тефлон-второпласт не одной тоже второпластовая шестеренка ничего нового дальше звезда харповика в данном случае эта звезда выполняет функцию блокировки шпули острозубая сталь анодированные хромированные дальше вот эти вот картонные фрикционные диски нижней они нормальные ничего с ним не случается пропитанный стандарт что это поранит не поранит понятия не имею дальше идет непосредственно сама шестеренка она не широкая если кому интересно это размер 4 миллиметра широкий зуб и что самое интересное я кстати таких давно не видел у нее сняты фаски то есть помимо того что 4 миллиметра рабочая поверхность у нее меньше где-то на грубо говоря на миллиметр на то есть все получается у нее рабочая поверхность еще меньше как правило это бронз бронза и бронза здесь вы . под этот вот книжный фрикционный диск совсем ничего не не плюс не минус поверхность под фрикционные диски отполировано все нормально под пакет если можно назвать пакетом дальше идет сам фрикционный диск так хозяин катушки хочет поменять на карбон 29 и две десятые 29 и две десятые сидит с допуском то есть можно измерить вот это расстояние почти 30 то есть 30 ничего страшного торцы подпилишь если что 30 а вот внутренней он сидит на тоже таком выступе значит диски имеют вот это бронзовое наполение это явно говорит о том что хозяин таскал трофей внутренний диаметр 15 значит 30 на 15 и значит опорный вот этот вот и так фрикциона алюминия на диван достаточно толстый что в общем так и должно будет хорошо чтобы он не играл не особо был легкий достаточно в этом смысле все нормально дальше сама рама раму алюминий если с этой стороны видно анодировку можно сказать есть потому что у нас есть очень тяжелый алюминий 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 не окислялся но под соленой воды рама я вам скажу достаточно толстый тут они не пожалели единственно что если это правильный сплав то это хорошо она не тяжелый взвешивать нее не буду но с этой стороны анодировка можно сказать есть потому что мат присутствует но очень слабая то есть каких-то местах особенно вот здесь вот внутри ее там нет вот здесь как-то не не дает не до анодирована окисление от соленой воды может быть номер интересно выбит алмазным способом выдавлен не не литье когда он наружу торчит а внутри красиво красиво ничего не скажешь механизм разблокировки ну попробую найти преимущество один из дешманских значит сплав дерьмо сплав но везде такой идет часто очень аккуратнее с этим вилками ломаются если вдруг заблокирован пластиковые непонятного пластика ну скорее всего это это жесткий пластик такой применяется коричневого цвета такой же как на байониде неплохо в принципе но здесь вот вот этот здесь вот все дешманский ну вот прям за эту сумму значит дополнительная пружина очень маленькая это достаточно и основная это очень маленькая то же самый сплав с дешманским напылением стоит на язычке храповика смазки тут смазана каким-то просто просто литолом если не солидолом ты ужас какой-то поэтому сейчас я ее промою и не видно так что прям уж совсем она грязная чтобы но обычно такой пластилин он скрывает многое вот на этими что непонятно непонятно сечение зуба она странная как там правильно специально называет этот зуб вот этот ромбовидную форму здесь ее нет здесь очень непонятно какой-то форм форма зуба я не думаю что ее съела тогда был бы на лед но очень все странно пиньон сидит пиньон сидит в грязном коромысли металлической проставки нет ну и как бы не особо с одной стороны нужно с другой стороны не очень пиньон на двух подшипников грязи дофига проверю как входит головка подшипник стандарт ничего не вот на шамана которую я разбирал 2020 там мне понравилось как сидит там прям вот еще здесь не должно быть не густо не тонко понимаете не густо не тонко вообще язык какой-то непонятный значит здесь должно быть не туго не свободно почему если будет слишком свободно то пиньон будет шататься и соответственно зубе на зубе будет зуд и неравномерная выработка если будет туго слишком он может заедать при возврате когда он входит перекос небольшой будет давать ему заедание даже с учетом того что здесь смазка смазка здесь должна быть очень тонкий густой не нельзя эта поверхность не должна быть сухая но и смотрите вот этот вот подшипник как и все медленные лучше смазывать жидкими маслами а вхождение поверхность вот эту подшипник очень тонко смазываем густым густой смазок соответственно пиньон будет залипать на этой смазке будет легко вращать ваш подшипник который на жидкой смазке поэтому следите за тем чтобы он смазывание было именно такое допуск обычный обычный рам вот радует то что она со стен пойдем дальше ну и дальше механизм бесконечного винта пластиковый бампер без изысков два самореза значит сам бесконечник имеет два подшипника шестеренка зашплинтована опускается вниз расшплинтовывается поднимается вверх зашплинтовывается свободным шплинтом два подшипника сам вал сталь хромированы второй подшипник подшипники закрытого типа стандарт значит кожух интересно имеет блокировку со стороны шестеренки фиксируется вот такой вилкой и саморезом прикручивается к телу кожух сталь скорее всего нерж нерж а нет что-то я сталь достали латунь формированный сталь дорогая латунь дешевле ну смотри какая сталь можно там стали понятно десятая какая-нибудь из чего гвозди делают или гвозди из какой из третьей стали делать я не путаю ну-ка инженеры там это сам быстренько с противоположной стороны регулировочная шайба и стопорная S-образная шайба фиксатор глазок покрыт на вид нитритом титана обычные овальные формы стандартный сплав зуб огромный весит килограмм пятнадцать не меньше нахера понятия не имеет ну вот я заметил когда еще первые китайские катушки разбирал вот у них были вот такие зубы здоровенные просто просто здоровенные колпачок легкосплав с регулировочной шайбой нет там ни хера нет никакой регулировочной шайб внутри вот и все то есть конструкция простая значит мой вердикт все силовые узлы находятся в стандартной комплектации стандартность сказать что что то здесь отвалится понятия не имея если только брак при отливке какой-нибудь будет вот этот вот язычок за два года ну смотря сколько моточасов не имеет явные зазубрины такой прямо чтобы сильно на него жаловаться но лучше когда они покрыты конечно каким-нибудь или никелем или хромом это конструкцию делает дороже но более эффективный то есть более твердое покрытие получается поменять ручку сто процентов значит хозяин дал гибридные подшипники посмотрим ну nmb это отличные подшипники сами по себе они в стоке прям вот у меня nmb на одной катушке они они и там загремели но они не гремят больше чем надо они на кранках работали но они столько живут я вообще их не менял ни разу так ну все ничего не забыл пиньон подвешен на двух шарах значит подшипник кстати вот как на каоскинге на элите на элитной серии и то не на всей а на спиддимоне ну на вид я так на взгляд с него здоровенный вот этот узел он вот этот он не несет большой нагрузки такой большой подшипник здесь ну нафиг не нужен по большому счету если вот кто то думает что то совсем нет особого особой нужды в нем нет а вот обгонная муфта несет на себе нагрузку дополнительный подшипник вот этот вот который сидит после обгонной муфты очень многие катушки раньше обходились без него в том числе бочонки амбассадоры ничего ничего не не случалось знаете может да появится зуд здесь хочу сказать что достаточно хорошо сидит он в теле но туговато и отличный допуск на валу вот вот это и дает это и дает и судя по всему очень качественная прецизионность соблюли они на этой конструкции это и дало очень плавный ход вот потому что вот здесь допуск отличный если на пеньоне я и поменьше допуски видал но такие как надо то вот здесь допуск очень хороший в обгонной муфте допуск стандарт вот кстати здесь плюсует то что вот этот подшипник именно позволяет этой катушки иметь плавный ход потому что он очень жестко сидит в редукторной крышке и достаточно плотно сидит на валу однозначно катушку можно можно брать рыбачить осталось проверить ее тормозную систему мне уже ребята подсказали оказывается правда вот у меня палец туда не влезает чтобы понимаете гулачок вот как вот это сделать но у меня не влезает туда палец даже мизинь с трудом я не знаю как это но это придирки нюансы я на это не клюю если надо отрегулировать отрегулируем но в любом случае значит очень хорошо видно что это бюджет и так как он выпускается уже много лет без изменения конструктивно можно конечно что-то было тут уже изменять но видимо они просто можно сделать либо новый стит либо просто снять его с производства и добить нормальными там уже более-менее новыми катушками им интересно что там хайба или как Михалыч говорит хайбо может так китайцы говорят но он же у нас это востоковед я понятия не имею может и хайбо мне наплевать особо но учитывая хайба и райз как они сделали ну это конечно очень здорово продвинулась понятно что это элитные серии и райз но это очень здорово долбануло по репутации в хорошую сторону у стедов у этих так немножечко просто катушка старомодной кургузы если кому-то наплевать то на этот на внешний вид тогда вообще нормально еще раз повторяю очень толстостенная рама со слабой анодировкой конечно же вот здесь вот вот в этом месте ну в соленой воде я бы не рекомендовал ее использовать по причинам вот этим вот открытых подшипников слабые анодировки кстати ну вот люди иногда говорят что там измеряет толстые это на вот здесь они сделали правильно вы понимаете вот с этой шестеренкой ничего не будет если она будет узкой вот она здесь узкая по факту здесь рабочий 3 миллиметра на рабочей поверхности я вам точно не не замерю здесь но приблизительно где-то так рабочая поверхность 3 миллиметра сам-то драйв гир не широкий 3 миллиметра и когда вот эти снятые фаски и так же как на каскинге на какой я уже там видел у них немножечко даже полукрок такой есть радиус раз у вас появляется какое-то мандуление или люфт от разных причин от износа этого подшипника от износа вот этой части кстати вот хозяин вытаскиваю большую рыбу но здесь я не вижу износа ордеровка классная здесь высокого качества небольшая потертость есть в виде отполированной части причем да с двух сторон по причине вот этой выработки или навалывали здесь шестеренка начинает гулять и то что понимаете вот когда один край уходит от пиньона вниз то другой приходит ближе и то что поверхность небольшая наоборот дает плюс в плавной работе вот почему она мягко работает эта катушка практически без зуда бесшумно это потому что не потому что в данном случае микрозуб а в данном случае поверхность рабочая очень тонкая а вот была бы она широкая и уже по износу мандуление вот это вот она бы давала бы зуда трактор вот в этом здесь плюс то что с ней что-то произойдет с этой поверхности ну при грамотном значит ТО обслуживание все будет нормально так что бояться тут нечего а плавность хода вот это именно дало не то что там какая-то общая прецизионность хотя я сказал на волонах хорошая а именно вот это тоже плюсуется так что сказать больше нечего кадушка я думаю что она себя уже я уже не буду давать какие-то рекомендации это пафосные уже многие ловят этими катушками они очень хорошо тем более она столько лет продается не сняли ее значит с ней все нормально спасибо за внимание и и в